Танковые игры Раньше не было На королевском троне восседал War Thunder Со своей убер реалистичной графикой Ну а остатки призовых мест Делили между собой World of Tanks и Armata Однако прошло немного времени И ситуация немного изменилась World of Tanks допилил почти все HD модели своей техники Armata завезла оптимизацию И теперь можно играть на максималках А кроме того на поле боя появился новый игрок Ну как сказать Частично новый Это консольный World of Tanks Так что есть чего посмотреть Есть что с чем сравнивать Короче говоря понеслась Сразу скажу что Все игры находятся в абсолютно одинаковых условиях Все записываются на максимальном качестве Графики в 60 фпс И сжимаются с Univegas под один единый битрейт Но несмотря на это С World of Tanks все оказалось не так просто Потому что в игре есть настройка цветового фильтра Отдельно скажу что меня порадовало то Что для того чтобы его применить не нужно перезаходить в игру Все меняется прям там Прямо на месте Это радует Так что можно довольно быстро подобрать то Что подходит именно вашим глазам Вашему зрению То есть сделать картинку оптимальной Я выбрал цветовой фильтр Который больше понравился мне Но не факт что он точно так же понравится вам Не факт что на вашем мониторе Смотрится так же как на моем Но наличие такой функции Само по себе уже лютый плюс Я считаю В выбранной гамме Можно уже посмотреть Повертеть HD модель танков Ну из тех что уже завезли в игру Дело в том что тестовый сервер они прикрыли Информации когда завезут обновления нету Я ждать тупо не стал Вот Но видно что есть потертости на танке Помятости Выглядит в общем то сочно Выглядит смачно Сплошная годнота Когда я играл в танке У нас такой шикарной графики Точно не было Но одна из особенностей World of Tanks заключается в том Что танк не выглядит так же круто Как в ангаре в бою При обычном освещении Он уже так круто не смотрится Да видно что он потертый Покоцанный Пошарканный Помятый Но все равно как то вот краски Не играют А про танки всех остальных Участников боя Вообще хочется промолчать Помню мне в комментах писали что HD модель игрок видит только на своем танке Все остальные танки он видит обычными Не знаю насколько это правда Потому что под камуфляжами Разглядеть довольно сложно На карте Священная долина Если она все еще так называется Мне вот настройки цветофильтра не очень понравились Я решил их сменить Все таки круто что такие настройки меняются прямо в игре Здесь вот кстати на запись попал косяк со следами гусениц Как видите мой танк оставляет только один след Видимо это для того чтобы когда враги найдут его Подумали что здесь снегоход прошел а не танк Также видно что следы отстают на метр от танка который ехал впереди меня А следы танка который уехал совсем далеко передо мной пропадают Мягко говоря ощущение реализма это не добавляет Хорошо выглядят деревья и кусты Это такие нормальные мочалки Вот тут какие то истуканы деревянные стоят Однако в плане растительности World of Tanks вообще странная игра Что это за флора и фауна такая Что мелкой коротенькой травы в игре нет Зато кусты по высоте выросли выше танков На этой карте вообще неловкая ситуация Кусты даже больше чем дома Вот кто живет вот в этих хатках спереди хоббиты что ли Почему они такие маленькие На самом деле домики нормальные в соотношении с танком Можно прикинуть рост танкиста Что он типа в домик поместится Но получается что кусты деревья в этой игре страдают каким-то гигантизмом Также водопад прямо по курсу зрелищности отнюдь не добавляет Зачем они сделали там воду или это не вода Больше просто честно говоря на снег похоже Знаете вот этот снежок который там перед лавиной в фильмах сыпется мелкий Вот такое ощущение что здесь точно та же ситуация Нарисовали же замерзший водопад Зачем там вот эта морось нужна Только что я задрал камеру на небо И убедился что да небо здесь это статичная картинка На фоне которой летают два орла или сокола Не знаю две каких-то птицы в общем-то Я это все уточняю потому что на плейстейшене в World of Tanks Небо это больше не картинка Небо там живое и офигенное Но это вы увидите чуть попозже Ну а сейчас пользуясь тем что я пропустил несколько снарядов Вы увидите модель повреждения танка Смотрите внимание вот они дыры даже дырища Как видите они выполнены в стиле эдаких наклеек Которые еще недавно клеили на отечественные ведра Типа пулевые дыры весь такой ганста Удивительно что проекту понадобилось целых пять лет Чтобы прийти к этому варианту довольно простенько и со вкусом То есть ты видишь куда тебя пробили Это место помечено вот этой декалью Которая появляется на твоем танке Почему это нельзя было реализовать раньше Неужели они планировали реальные какие-то дыры Покореженный металл То есть ну все мы помним наверное эти уродливые черты рикошетов на броне Которые появлялись там смазанные какие-то следы от попадания Были какими-то там белыми пятнами И вот только спустя пять лет прогресс дошел до декалей Кстати огонь на моем подбитом танке Выглядит так как будто его в Сони Вегасе накладывали Далее что логично наверное ближайший на сегодняшний день Конкурент World of Tanks Armored War и проект Армата Сразу хочу чтобы вы обратили внимание на то Как гусеницы выбрасывают песок впереди танка И вообще на эффект вот этой пыли Следы в Армате не глючат Трава есть, кусты, деревья Все нарисовано в принципе хорошо Кстати в плане растительности Вот особенно мелкие растительности Армата на голову превосходит в World of Tanks Потому что там такой растительности вообще нет Там только гигантские кусты деревья Прочие всякие цветочки можно увидеть только в прицеле И то они там такие двухмерные Что лучше их поверьте их не видеть По сравнению с цветами в прицеле Из World of Tanks Отдыхают разве что демоны из первого дума Небо в Armored Warfare Также статичная картинка Правда на каждой карте разная Здесь например очень неплохо оно смотрится Анимирует небосвод дым из труб На некоторых картах летают вертолеты Вроде бы где-то даже самолет летал Точно не помню С такого ракурса можно заметить солнечные лучи Еще если присмотреться То видно на этой карте летают какие-то частицы То ли это горящая бумага То ли хрен его знает что это Но это также добавляет плюс к визуальным эффектам Но если Armored Warfare Кое-как все-таки одолел World of Tanks В моих глазах В плане графики окружающей среды То в плане графики модели танка Armored Warfare точно наглухо проигрывает В стоковой окраске Танки выглядят просто пластмассками Если нанести краску и камуфляж Тогда появляются какие-то потертости Пошарканности Но все равно конечно По сравнению с HD моделями из картошки Это вообще ничто Нету как ни детализации Ни игры света на броне Ничего нету Нету в модели повреждений Никаких отверстий Ничего не остается Разве что динамическая защита На тех танках на которых она есть Она облупляется по мере его обстрела И то ни по одной, ни по две А целыми блоками отваливается Но что-то подсказывает мне Что в ближайшее время В Armored Появятся точно такие же декали Пробития брони Как и в World of Tanks В общем техника Это самое слабое место В графике игры И особенно удручающе Она выглядит на фоне окружающего мира В котором просто нереальное количество Всяких разных разрушаемых объектов Всякие разные ящики Бочки, вязанки Трупы, трубопроводы И даже вот эти нефтяные насосы Можно разрушить Все это давится Уничтожается А расстреливается В итоге получается Какая-то неловкая ситуация Когда вырывающаяся из трубы Струя огня Или взрывающийся вертолет Выглядит красивее танка На котором я играю В общем срочно нужно завозить HD модели танков Далее переходим К абсолютному фавориту В битве за сердца и умы Графа дрочеров В игре War Thunder Я знаю, что у каждого проекта Есть специальные люди Которые отсматривают подобные видосы Так вот, что я вам хочу сказать Я очень не люблю ваш геймплей Но очень уважаю вашу графику И кстати, по поводу того Thunder все-таки или Сандер Вот лично по-моему Точно не Сандер Но да ладно Перейдем все-таки Пожалуй, к графике Она, конечно же, охрененная Но чего еще можно было ожидать От War Thunder Первонаперво хочу отметить Что в отличие от конкурентов Трава не проходит сквозь текстуру танков Она сквозь него не прорастает Она мнется перед танком Танк ее подминает Также по физике Гнется ландшафт под гусеницами На манер игры Spin Tears Ну или Spin Tires Как хотите Только, естественно, в умеренных масштабах Там-то уж совсем говномесы А здесь ландшафт Ну, он видно визуально Что он проминается И этого достаточно То есть незачем делать так Чтобы танк по самую крышу В говне ползал Хотя было бы забавно И прикольно на это посмотреть Трава, кстати, после того Как танк по ней проехал Распрямляется обратно Что добавляет еще плюс 100-500 очков Гриффиндору Ой, простите, Гайджину Вот, особенно с этого ракурса Видно, да, как земля Проминает с под гусеницами Вот вообще офигенно Вот Сразу видно, да, что графика Вот она идет в ногу со временем Ну и танк тоже, надо заметить Пылится и пачкается Чего, по-моему, нету в ВОТе Ну и тем более нет в Армате Однако, мое восхищение графикой Закончилось, когда я увидел Вот эти елки Елки, это, конечно, просто Охренеть можно Это же надо было такие уродища Нарисовать их и в игру вставить Ну, просто жесть Это плоские ветки Поставленные крест-накрест И эти уродские елки Реально стоят рядом С действительно офигенно нарисованными деревьями Елки из игры Надо к чертям убирать Либо их делать нормально Либо убирать Потому что они, ну, серьезно Они только расстраивают Своим убогим видом То есть игра В плане окружающего мира Только что наглухо рвала картошку Да, потому что, во-первых В ней есть трава В отличие от картошки Да, ее просто дохрена Этой травы В отличие от Армата Где, когда травы дохрена Тогда и фпс проседает Вот Офигенные деревья Охрененно ландшафт Мнется, танк пачкается Все по физике Все прекрасно И тут такие ушлепанские елки Это вообще Ни к селу, ни к городу, конечно Однозначно Минус 200 очков Кстати, редкое явление Солнце закрыто Соответствующим по размеру Облаком Поэтому нету Ни бликов Ни солнечных лучей Небо Статичная картина На которой Даже облаков Каких-то таких Выделяющихся Нет Но Надо понимать Что здесь В отличие от конкурентов По небу летают самолеты За штурвалами Которых Также сидят игроки Я не знаю Какой у игры Должен быть движок И какие компы Должны быть у игроков Чтобы летать на самолетах По анимированному Не был рядом Со стаями Перелетных птиц Кстати, вот здесь Видно, как зачетно Дребежит по говну Подвеска танка Что касается Моделей техники Выглядит она В ангаре похуже Чем HD модели Из World of Tanks Ну, потому что Здесь нету ангара Машина стоит Под открытым небом То есть Свет В выгодных ракурсах Не выставлен Но, с другой стороны Танк, как в ангаре смотрится Таким он будет и в бою И все остальные танки Тоже будут выглядеть Точно так же Дабы показать Гибкие настройки Модели танка Я даже премиум аккаунт Оплатил Ибо они доступны Только на премии То есть Ползунком Можно танк Состарить Облупить на нем Краску И видно, что Под краской Видна прям броня И на свету Танк начинает Отливать сталью В местах Где краска стертва Вот это я понимаю Потертости настраивается Вот это да В итоге Если в ангаре В World of Tanks HD модель танка Смотрится красиво То в War Thunder Танки смотрятся Реалистично Именно вот что Реалистично Правда, иногда Некоторые игроки Весь реализм Портят Уродичными Декалями Которые они клеят На свои танки Ну, сам таким был Сам точно так же делал Ну и наконец Внезапный конкурент War Thunder В плане графики World of Tanks PlayStation 4 Я не стал показывать ангар Поверьте на вас Слово Все танки Выполнены в тех же HD моделях Что и Танки из World of Tanks На ПК Обратите внимание Как ветром Шатаются листья На деревьях Как качаются стволы Деревьев На которых листьев Нет При случае Обратите внимание На облака Которые Летят по небу То есть Картинка не статична Облака Подвижны Как вам такой вид Из прицела Когда торчит Ствол Орудия По-моему Довольно необычно И круто смотрится То есть Создается такое ощущение Что ты действительно Целишься Сквозь прицел Наводчика А не просто Вот у тебя Изображение К врагу Приблизилось Следы От гусениц На плойке Не глючит А на снегу Танк оставляет Четкий видимый след Но это конечно Детские шалости По сравнению с тем Что делают со снегом Танки из War Thunder Они его прям По физике Там мнут Но это Об этом я уже В общем-то говорил Подвеска работает Тоже очень годно На уровне Примерно War Thunder Впрочем Когда на городских Картах Танк Наезжает на какие-то Мелкие камушки Или осколки Они проходят Сквозь текстуру И гусениц И колес Если уж нет возможности Реализовать Физическую модель Этих камней Может тогда их И разбрасывать Где попало Не стоит Потому что Впечатление Это попортило Мне очень сильно С другой стороны Этим страдают Абсолютно все Танковые игры Вот сейчас Кстати будет Классический элемент Геймплея World of Tanks Смотрите Танк пропадает За камнем И вуаля Он появляется Уже на 2 метра Из-за камня Выехав То есть Не постепенно А вот он Просто Выехал А потом Уже Обнаружился Просто Жесть Вторым Минусом После явного Отсутствия Физической модели У мелких камней Являются Анимация Взрыва Машины Честно Это похоже Не на взрыв Танка Как будто Кто-то Перданул На зажигалку Сейчас мы Еще раз Посмотрим На взрыв Но прежде Кинем Скорбный взгляд На небо И солнце Как вам Такое солнышко По моему War Thunder Сходу уделан В плане Неба В плане Солнца По моему Впервые За долгие годы War Thunder Хоть в чем-то Соснул В плане Графики Вот Видите Как выглядел Этот взрыв По моему Ни о чем Можно было Анимацию Уж и покрасивее Сделать Вот Тут еще Можно Повтыкать На небо Да Вот Посмотрите Небо Движется Птицы Посмотрите Как птицы Летают Мне кажется Конечно Что Заслышав Выстрелы Они бы Сдриск Или куда-нибудь Но Летают Они здесь Тоже Вполне Правдоподобно И очень Классно И атмосферно Это Настолько Круто Смотрится Что я даже Употребил Слово Атмосферно Далее Обратите Внимание На Вот эту Лужу Возле Танка На Сегодняшний День Мне кажется Это Топовая Вода В видео Играх Это То есть Уровень Battlefield Hardline Need for Speed 2015 То есть Вода Просто Охрененнейшая Далее Под Акомпанемент Какого-то Пищащего Забугорного Школьника Который Я постараюсь Вырезать Не обещаю Переходим К погодным Условиям Физике И прочим Ништякам Как видите В World of Tanks На Консольке Есть Дождь Прямо-таки Ливень Гроза Посмотрите На это Небо Хмурое Тучи Летят Флаг Развивается Вот это Я понимаю Насколько Я помню В World of Tanks На ПК Никаких Осадков Нет Ну Разве Что На зимнем Химмельсдорфе С неба Падает Какая-то Перхоть Кстати По поводу Развивающегося На ветру Флага Когда Уже Из War Thunder Уберут Вот эти Стремные Обозначения Баз Ну Серьезно У вас Реализм Или что Какие-то Буквы Висят Ужасные В воздухе Это Просто Отстой К сожалению Пришлось Убавить Звук Практически На Нет В игре Потому Что Этот Маленький Забугорный Засранец И не думает Затыкаться Как Отключить Голосовой Я не знаю Как его Нахрен Послать Я тоже Не знаю Поэтому Блин Записался Как записался Ну так Вот Еще Несколько Слов О погоде К сожалению Брызга Дождя На броне Танка Нет Вот Да Как были В Бэтмене Когда он там Летит Видно Прям Как Дождь Барабанит По его Плащу Здесь Такого Нет Однако При Некотором Наклоне Камеры Во время Вспышек Молнии Либо Просто Если Карта Достаточно Светлая То Видно Что Броня Танка Мокрая То есть Танк Намок Специально Кстати Заехал В эту Офигенную Воду На нее Еще раз Поглазеть И Немножко Непонятно Есть ли Брызги Дождя По воде В прицеле Не видно Так При наклоне Камеры Тоже Не видно А если Все таки Вверх Задрать Тогда Что Такое Вроде Есть Ну В любом Случа Есть Как минимум Потеки Дождя На экране Вообще Я считаю Что Погодные Условия Это Отличное Украшение Любой Графики Любой Игры World of Tanks На ПК Как я уже Сказал Осадков Нет А вот В Армате Они Есть Жалко Только Что Небо Статичное Тут Бы Тоже Ураганчик И гроза Не помешали Точно Так же Капли Дождя Не бьют По броне Танк Намокшим Не Выглядит Потеки Воды На экране Присутствуют Записалась Как я вижу Кстати Как обычно С косяками Графики Но Армата Вообще В плане Записи Очень проблемная Игра Постоянно Картинка Сыпется Пикселями Уже Не знаю Что с этим Делать И тут Дело Даже Не в Оптимизации Потому что Ну Принято Теперь Считать Что если Игра На деревянных Счетах Из сельского Магазина Не запустилась Значит Оптимизация Говно Нет Здесь Вот Именно Запись Косячит Вот Видно Мокрый Асфальт По асфальту Вроде Как даже Что-то Типа Брызг Видно Ну Луж Каких-то Нету Чтобы сравнить С лужами Из картошки На консоли Но в любом Случа Дождь Я считаю Далеко Не самый худший В War Thunder Дождь Возведен Просто В степень Катаклизма Какого-то Не видно Ни хрена И это Вот эта погода Это просто Дождь Есть еще Шторм Я его попозже включу Но Тут есть небольшая оговорка В War Thunder Дождь Как я понял Поправьте меня Если ошибаюсь Но он включается Только в настройках игры Для тренировочных боев Всяких То есть Непосредственно В PvP Будь то симуляторные бои Либо какие-то еще Дождя Как я понимаю Нету По крайней мере Нету Вот такого дождя Оно и понятно Почему Потому что Танк За 150 метров Без маркера Увидеть невозможно Вот Поэтому они Погоду-то Сделали А вводить ее В бои Не стали И это Большой-большой облом Уточню Что на PS4 В World of Tanks Погода В боях Устанавливается рандомно То есть Вас перед боем Оповещают Допустим Там Малиновка Погода ясная Либо Малиновка Там Пасмурно Дождь То есть Вот так В Warhammered Warfare Дождь Только на одной карте Но в War Thunder Только в пробных выездах Как я понял Кстати У выхлопа Из танковой трубы При такой погоде Косячит гамма Ну вот Видите да Что с каждым метром С которым увеличивается Расстояние между мной И танком Стоящим впереди Он все больше пропадает Из виду И вот уже Его вообще не видно Быть может Если бы сверкали молнии Я бы Хотя бы на мгновение Мог определять Позиции Стоящих танков Однако Молнии здесь нету Здесь просто Темнота И дождь И это при том Что Время суток Стоит То ли вечер То ли день Но точно не ночь Ну а вот Эта погода Называется Шторм Если я ничего не путаю Да Стало немножко посветлее Но по прежнему Нихренашечки не видно Кстати Отличная идея По моему Для боев Представьте Открытая карта Ну практически Поле А лучше вообще Поле Темно Дождь И сверкает Молнии И в то время Когда молнии сверкают Можно засечь Позицию врага И вот таким образом Типа перестреливаться Ну плюс еще Трассирующие пули Пулеметов Естественно Снаряды Которыми танк стреляет Тоже видно Как и откуда Они вылетели То есть Ну возможность Засечь врага Есть По моему Было бы прикольно Хотя бы в тестовом режиме Так погамать Подводя Итог дождя Вартандре Тоже хочу заметить Что капель дождя На броне нет Машина мокрая не выглядит Нету потеков Воды на экране Однако При всем при этом Дождь выглядит Крайне зачетно Далее немного О времени суток Ни в одной из игр Насколько я знаю Ночных боев В режиме Пвп Нет Насколько я помню Это в Вартандере Вечернее время суток Погода Плохая видимость Среди причин Отсутствия Ночных боев Я помню Одну Ее гласили В World of Tanks Сказали Как вы себе представляете Ночной бой на танке Типа темное поле Ночи горят фары Куда все будут стрелять Естественно по фарам А без фар Ну как тогда ездить То есть что-то типа этого В Armored Warfare Поговаривают Насчет Ночного Видения Какого-то Я не знаю Ну насколько красиво Это будет выглядеть Непонятно Еще набросков Никаких на эту тему Как я понимаю Нет Поэтому загадывать Заранее тоже Смысла Нет А вот и ясная ночь В Вартандере Вообще разработчик Вартандера стал Заложником Своего собственного Геймплея Они в состоянии Вести любую погоду Офигенную Любое время суток Установить Рандомную очередность Выпадений И того и другого В боях Но поскольку Среди режимов Доминируют Реализм И симуляторные бои Главной особенностью Которых Является Отсутствие Маркеров Целей Погода И время суток Становятся Просто ненужными Потому что Игроки Тупо друг друга Не увидят Они даже не найдут Друг друга На поле боя В темноте Не говоря уже о том Насколько сложно Будет бомбить Кого-то с воздуха На бомбардировщике Ночью Да еще и Под прорывным дождем В Armored Warfare Есть ночные ПВЕ-миссии То есть Против ботов И хоть в этом Нет необходимости У танка Даже включаются фары Смотрится это Вполне годно Я бы даже Ночные карты В ПВП Запилил Смена времени Суток В боях Это такая же Отличная фишка Как и смена погоды Надо юзать По-любому Тем более Коля уж У вас Практически Все для этого Готово Кстати Особенно годно На темном фоне Выглядит подрыв Вражеской техники Ну и вашей Тоже в принципе Ничего Секите как круто Разлетаются искры Да Ну и в заключении Собственно Переходим К разрушаемости Здесь все козыри На стороне War Thunder Который подсуетился И разрушаемость Несколько месяцев назад В игру Завес Не на каждой карте И не любое здание Но все таки На сегодняшний день Это самая крутая Разрушаемость В играх Про танки В World of Tanks Обещанную разрушаемость Так в игру И не завес Там до сих пор Разрушается Только сарай Бабы Маши Да Глиняные Хатки Хоббитов Да и те Однотипно В общем-то У каждого домика Есть три состояния Нету одной стенки Нету двух стенок Все рухнул полностью Да В War Thunder Разрушаемость Тоже не идеальна Да Рушится по скрипту Да Осколки Тонут В осколках И впоследствии Уходят под землю Что самое ужасное Но Все-таки Это намного Лучше Чем У конкурентов Рейстаг На этой карте Вы конечно же Не разнесете Все остальные дома Вроде как Теоретически Разносятся Полностью Наиболее Эпичные Разрушения Как я слышал Наносят Бомбардировщики По слухам В один заход Могут разнести Целую улицу Что касается Танков Тут не все так просто Дом снести Можно только Из очень Крупных Калибров Например 152 Миллиметровым Фугасом И то Мне кажется Дома приходится Рушить умышленно Потому что Промахнуться По врагу И попасть в дом Ну маловероятно Очень уж Нижская Скорострельность У танков Прицеливаются Все из него Как следует Использовать Выстрел Дабы пробить Дыру в стене Чтобы проехать И выйти в тыл Маловероятный Маневр Похоронить Противника Под обломками Дома Тоже Думаю Невозможно Разрушаемость Пока еще Конечно Сырая Но Полное отсутствие Ее конкурентов Все равно Делает ее Лучшей Однако Относительно Недавно Вышедший В свободный Доступ Armored Warfare Уже Кое-какие Зачатки Разрушаемости Имеет Да Пока Можно только Покоцать Фасад Пробить в нем Дыру И заценить Внутренний Интерьер И убранство Какого-нибудь Здания И то Опять-таки Не на каждой Карте Но это уже Первые признаки Разрушаемости И это еще Вопрос Где разрушаемость Появится Раньше В World of Tanks Где ее Обещают Вот уже Несколько лет Или Warlord Warfare Которая вышла В открытый Бета-тест Два месяца Назад В общем Подводя итог Можно сказать Что War Thunder По-прежнему Лидирует В плане Графики Она там Самая красивая Самая по физике Самая вообще Однако World of Tanks С PlayStation 4 Уже Отобрал у нее Превосходство В графике Неба Также Наряду С Armored Warfare Ввел В бои Погодные условия Конкретно Дождь Armored Warfare Пусть Хотя Только В ПВЕ Но Уже Ввела Ночное Время Суток В ПК Мачный В ОТ Вовсю Вовсю Заводит HD Модели Танков Которые Выглядят Практически На одном Уровне С танками Из War Thunder Ну и Как видите Armored Warfare Скоро начнет Покушаться На разрушаемость Так что Поглядим Еще Как оно Там Будет В будущем Может Глядишь Через год Пальму Первенства В графике У War Thunder Кто-нибудь И отожмет Ну а Пока Собственно Что-нибудь Жмите Что-нибудь Пишите И адьо